Здравствуйте, дорогие зрители Оригинал ТВ. Сегодня у нас в гостях русский Альфред Хичкок, российский режиссер социального хоррора Валерий Отставных. Валерий снял фильм замечательный «В поисках Валентины Абрамовой», история о том, как забытая в семье женщина пролежала, кажется, 14 лет в своей квартире, мумифицировалась, и вот спустя много-много лет ее обнаружили, и это была уже, по сути, такая египетская мумия. То есть вот эти вот пирамиды Хеопса в панельных домах России. Но сегодня мы поговорим не об этом, а о некой биографии, части биографии Валерия, которая связана с его сотрудничеством с русской православной церковью. Валерий был сотрудником миссионерского отдела. И вот главный вопрос к тебе, Валера, что тебе там не понравилось, почему ты ушел оттуда? Ну и скажи, почему ты туда пришел? И что ты там увидел? И, видимо, это стало причиной, почему ты оттуда ушел? Давай все на чистоту, рассказывай все, как было, и социальный хоррор, ну, у тебя уже есть опыт, вот продолжай гнуть эту линию. Ну, по моим наблюдениям вообще в церковь, не обязательно в русскую православную, вообще вот церковные какие-то организации, институты, люди приходят по нескольким причинам. Первая причина, это, кстати говоря, не самая распространенная сейчас, наверное, раньше было по-другому, это вот воспитание в семье. Понятно, что родители религиозные, православные верующие воспитывают детей в таком же духе. То есть с детства выводят их в церковь на причастие, на какие-то большие праздники, на воскресные дни и так далее. Ну, подожди, Валерий, вот почему ты пришел? Вот ты давай о себе расскажешь. Там всего три причины, по которым люди в церковь приходят, я больше не нашел. Вот первая причина, я говорю, с детства человек воспитывается так, затем приходит пора отрочества, человек выбирает для себя, отвечает на вопрос. То, чему его учили в детстве, с этим он согласен, если нет, он в церковь больше не ходит или там соблюдает некие ритуалы только лишь, не воцерковляется. Если да, то, что вложено родителями, как-то откликается у него внутри уже осознанно, там в 16, 18, в 20, даже в 30, может быть, лет, неважно, значит, он приходит в церковь. Это первый вариант. Второй вариант – какой-то некий внутренний духовный кризис. Вот, а в условиях отсутствия, в отличие от Запада у нас, большого количества психологов, психотерапевтов и так далее, церковь всегда играла и играет роль психотерапевтическую. То есть это некий институт преодоления каких-то внутренних психологических, психических, психологических проблем. Вот, а в церкви бывает? А, что? Третья причина – это возраст. Конечно, когда дедушки уже, ну, не дедушки, там, пожилому человеку 60+, 65+, он уже начинает думать, ну, а что дальше? Вот он жизнь прожил. А есть ли жизнь после смерти? А для чего он жил? А что и чего и как? И многие приходят именно в этом возрасте. Значит, Валера, я делаю вывод такой, правильно ли я делаю вывод о том, что ты пришел не по первой причине, потому что ты, в принципе, человек советский, в атеистической семье вырос. И не по последней, потому что ты еще не был старым. Значит, вторая причина. Психологические проблемы тебя привели туда. Да, вторая, но которая наложилась на то, что я всегда, как бы, мне всегда интересовала философия как таковая. Я всегда интересовался философией. Тебе надо было в институт философии тогда идти. Ну, институт философии в той ситуации, в которой я оказался, он не мог тогда помочь мне, потому что это академические, так сказать, некие институты были все вещи, институции. Нет, книжки по философии я читал там современных постмодернистских философов и ранних, и греков. У меня была кризисная ситуация психологическая, психологический кризис. Это был 94-95 год примерно, вот это время, и я как-то пришел сам к вере осознанно, я целый год воцерковлялся, как положено, канонически, по преданиям, по традициям скорее. Не просто там забежал, побежал там, забежал, шел в магазин, зашел, покрестился и пошел дальше. У тебя же целая библиотека православной литературы, правильно? Да, небольшая, маленькая совсем, небольшая. Это книжечки такие, в свое время купал, когда учился в богословском институте. Вот, я его закончил, кстати. Вот, и я крестился в 96-м году, в Великую Субботу 96-го года, я не помню сейчас число, это был апрель месяц. Под древней традицией, когда уже не крестят давно, а светят куличи, так называемые освящения куличей, Пасх и всего, что приносит церковь. То есть накануне Пасхи. У своего друга, священника в городе Кохма, Ивановской области. Это такой город-пригород типа Химки при Москве. Такой город-пригород при Иванове. То есть из Кохмы до Иваново, чтобы понятно было, можно доехать на троллейбусе. Ну, там долго ехать, но троллейбус ходит. То есть это почти пригород Иваново. Вот там я крестился. А почему ты до Иваново-то не доехал? Если бы ты доехал, это же город-невест. Может быть, ты бы удачно... Нет, мой друг уехал учиться в... Ну, не друг, ну да. Ну, тогда был друг, да. Ну, то есть приятель, друг, не знаю. Который тоже увлекался музыкой, рок-музыкой на то время. А я писал много песен, выступал, был таким рок-звездой местного масштаба, что называется. Вот, что-то около ста песен я писал. Некоторые даже в сети до сих пор еще там где-то там лежат, в интернет-сети. А некоторые даже Скорпионс исполняло, правильно? Нет, Скорпионс не исполнял. Никто не исполнял мои песни. Никакие Скорпионсы. Вот, и это самое... Ну, давай, давай, ладно. Иванова, давай про церковь твою. Как ты туда пришел? Ты попал туда, да? После Бобесловского института. Нет, не после Бобесловского. И друг мой, он учился на врача в Иванове просто. Не в Туле, а в Иванове. Сам он в Туле, как и я. То есть земляки. Вот, и естественно, ему дали развалившись... Ему дали новый приход в городе Кохма. В городе Кохма до революции было очень много церквей. Там 15 или 20, сейчас не помню. А городок-то маленький. Но большевики все разрушили церкви. Негде было, собственно говоря, проводить богослужение. А общину благословение епископ дал создавать. И создалась такая молодая, прогрессивная, молодая община, что очень было привлекательно для меня, конечно. Вот, которая слушала... И ребята были молодые, слушали те же песни, что и я. Б.Г. Кинчев, Башлачев. То есть у меня те же книжки читали практически. Хорхе, Борхес, Кастанеда тем же увлекались, тоже прошли. Служили очень смешно в помещении бывшей бани, что символически. Трехэтажное здание, на первом этаже склад, на третьем радиоузел городской, на втором бывшая баня. Вот в бывшей бане сделали там стеночку такую, типа алтарь отгородили. И там туда приходили местные жители, там служили. То есть такая полукатакомбная практически обстановка, что мне очень нравится. Еще мне нравятся разрушенные церкви больше, чем восстановленные. В них какая-то атмосфера неформальности, катакомбности. Что-то такое от первого христианства еще сохранилось. Такое ощущение, что вот пришел на пустое место, что вот только что здесь были апостолы. Вот они покушали и ушли отсюда. Это же была какая? Женская баня была? Обычно в бане они общие. Просто дни разные, мужские дни и женские дни. Государственные бани не бывают ни мужскими, ни женскими. Я думаю, что и частные тоже. Там просто или разные номера, если частные бани. А если городская, муниципальная баня, то обычно там, условно говоря, четверг, субботу мужской день, а в воскресенье там какой-нибудь еще день, это женский. Значит, я крестился. Крестился я, много раз приезжал в эту церковь. И я понял, что мне как-то нужно систематизировать свои представления ну, в общем-то, о православии. А это можно было сделать, лишь только получив какие-то знания в расцеплении соответственно. И я поступил тогда, опять-таки, по предложению своего друга. Хотя очень не хотел, потому что что-то болел, сильно разболелся. Я знаю, я тебя перебью, чтобы мы сейчас уйдем совсем от этой темы далеко. Вот музыку вы слушали одну и ту же, да? А как ты думаешь, вот если бы ты слушал, например, ну, не вот этих музыкантов, а, скажем, Валерия Леонтьева, да? Полет на дельтаплане. Может быть, ты бы летал бы со стерхами уже? Не знаю. Да нет, здесь никакой корреляции нет, по-моему, потому что... Да нет. Нет, мне просто понравилась сама община. То, что актив молодой, абсолютно такой дух нашей свободы. Слушай, а вот сами музыканты эти... Они что, православные, что ли? БГ, он... Но это не музыканты. Какие музыканты? В смысле, какие были? Да, да, были, которые. Которых мы слушали. Да, да, да. Ну, на то, на 80-х, 90-х годах, там непонятно... Там было вообще общее увлечение, как я понимаю, вообще всем мистическим. Мы же вообще... Нам было интересно все, что советская власть запрещала. Поэтому там все, кто йога интересовался, кто кактусы искал вместе с Дон Хуаном, Кастанедой, так сказать, чтобы изменить сознание под музыку группы Дорс и первой пластинки там 67-го года, которая так и называется Дорс. Вот я еще стою и опять переслушаю, кстати говоря. Сейчас ты ищешь кактусы. Кактусы сейчас не ищу, но Дорс лучше до сих пор. Вот. Кто-то поддерживал идеи свободной любви, движения цветов, дети цветов, хиппи, движения хиппи. Слушай, по-моему, это самое лучшее. Самое лучшее, что... Кого-то привлекал панк, например, кого-то привлекала панк-культура, ее какие-то... Кто-то читал Би Роуза, кто-то... Вот там Мишанина была. А вот почему тебя не привлекли вот эти вот дети цветов? Объясни, это же свободная работа. Это практически потом стало христианством, потому что многие священники, они бывшие хиппаны. Вот, например, Алексей Уминский, один из самых адекватных московских священников, я полагаю, он же бывший хиппан московский. Вот, Дворкин, который сейчас, Александр Леонидович, бывший мучитель, который гоняет сейчас секты и культы во всей России, он же тоже бывший московский хиппарь. То есть в христианство как раз пришли именно люди не из хэви металла и не из психоделики, не из тех, кто увлекался джазом или психоделикой, а именно вот те, кто любил и слушал, те, кто любил такую хиппанскую музыку, в общем, там Боб Дилан, ранние Битлз и так далее. А что же с ними произошло такое, что вот они отходились от свободы? Смотри, потом начали уже искать, они внутри, где-то внутри меню предлагаемого, так сказать, религиозного и духовного меню. Скажем, Борис Любящиков стал синкретистом оккультного типа. То есть он говорит, я и христианин, я и, кстати, и Баби летаю, значит, и йога мне нравится, и то ему нравится, и все ему нравится. И, в общем, такой вот винегрет. Кинчев стал православным, высорковленным человеком. С одной стороны, вроде бы только помогло ему, как я понимаю, справиться с наркотической зависимостью. А он сидел на наркотиках, на тяжелых наркотиках, 91-92 год, очень здорово. И там практически с них не сходят уже. Ну, я несколько случаев еще знаю, когда люди вот так вот выходили, сходили с иглы и становились верующими или священниками. Но он ушел в другую крайность, в такое, знаешь, государственное православие. Вот. Когда-то я с удовольствием слушал его, вот, так сказать, ну, в православной, в кавычках, песне. Но теперь в связи с политической ситуацией, меня там все передергивает, когда я слышу. И от Чудских берегов до Ледяной Коломы. Все это наша земля, все это мы. Там какое-то, ну, извиняюсь за выражение, какой-то нацистский марш просто. Все это мы, все это наше, все это мы православные, мы осажденная крепость, мы оплод духовности. Ну, просто один в один в унисон с госпропагандой, которая сейчас у нас тут цветет и пахнет в России. Вот. Кто-то уединился в деревне, стал ошельником, стал читать там Ефрема Сирина и Святых Отцов, как покойный Петр Николаевич Мамонов. Вот. Кто-то, как отсидев в СИЗО долго, а потом в психушке полежав, пришел в организацию религиозную, которую считают деструктивной религиозной сектой, свидетели Иеговы. Вот. Но я к нему отношусь сегодня с жалостью, потому что, конечно, их, как их гоняют, их преследуют в России, их реально сажают. Давай о себе говорите. Давай о тебе. Давай о себе. Давай обо мне. Герой, сегодня ты у нас герой, давай поговорим о тебе и о твоем опыте нахождения в церкви. Да, да, да. Нет, ну тут причин почему. Во-первых, это не... Уход мой из церкви был такой, как бы, не одномоментный. Я в свое время, я закончил институт. Учился я долго с перерывами, можно было учиться заочно. Это второй институт. У меня первый есть ВУЗ, театральный режиссура, Московский институт культуры, еще в советские времена я закончил. Вот. А это был второй институт, тоже московский, заочная форма обучения. Когда я поступал, это был Московский Свято-Тихонский православный богословский институт. Когда я заканчивал, он стал университетом по СТГУ. Православный свято-Тихонский гуманитарный университет. Вот. Ну, сейчас модно институты называть университетами, а техниками колледжами. В России, ты сам знаешь, такая вот тенденция есть. По крайней мере, была. Сейчас опять отыгрывают назад. Понижают статус опять до нормальных уровней. Валера, ну ты закончил, молодец. Я закончил и приехал в Тулу. Я вернулся. Вот. Значит, я вернулся в Тулу. Внештатный я тут, значит, на одном из приходов, где было много молодежи, пытался там помогать, чем мог. А потом вот мой как раз друг, он вернулся на ПМЖ опять, на свою родину, в Тулу. И ему предложили возглавить вот миссионерский отдел. И он пригласил меня работать. Я с определенного времени работал уже в штате, то есть положив трудовую книжку, подписав договор. Мы мотались в церковь с прихода на приход, потому что постоянного места базирования не было. Были какие-то отдельные комнатки, которые нам выделяли. Иногда в новых совершенно, в смысле, в старых храмах, которые не отапливались вообще, был холод жуткий. Мы там пытались что-то делать. Как-то нужно было и храм восстанавливать, священнику, настоятельку, моему другу. И нужно было одновременно и вести миссионерскую работу, причем по всей епархии Тульской области, по всей Тульской области. То есть это такая нормальная область, большая. Это, конечно, не Красноярский какой-нибудь край, не республика, но сопоставимо с Рязанской областью, с Калужской, по-моему, даже больше, чем Калужской, с Тверской, с Орловской. И вот этим занимались окучиванием Тульской области, два человека занимались, да, я так понял? Ну, формально было четыре. То есть сам настоятель, мой друг, то есть священник, но у него было много, конечно, работы какой. То есть именно богослужебной и хозяйственной. Была у нас девушка-психолог, которая принимала, мы такой открыли как бы центр помощи. Она что-то принимала? Центр помощи пострадавшим от действий деструктивных сект и культов и их близких. В основном приходили близкие, потому что привезти за руку мальчика или девочку, которые пострадали реально, ну, было очень тяжело. Ну, и что бы там ни говорили, я считаю, конечно, что в борьбе с сектами и культами, конечно, Александр Леонидович Дворкин и бывшие мои коллеги, они, в общем-то, перебарщивают, мягко говоря. Но реально проблема существует и существовала, конечно. Я просто реально видел этих людей, которые прошли через там... А это как, знаешь, как в одну секту попадешь, из нее выйдешь, так в другую пойдешь. И пойдешь по цепочке. То есть крышу сносило у людей конкретно. И приходили к нам такие персонажи, что нужно было просто понять, его вот отправлять к психиатру или все-таки есть смысл пообщаться. Но я больше не буду про это говорить, чтобы не задерживаться. Я скажу только одну вещь. Если человек провел время, когда ему промывали сознание в секте или в культе в течение года минимум, все, с ним работать бесполезно. Это человек конченый. Единицы я знал, которые смогли после этого как-то социализироваться и прийти опять к нормальной жизни. РПЦ похожа на секту по эффектам этим? Нет, потому что секта – это закрытое собрание, абсолютно закрытое. А секты – это что ты имеешь в виду? Какие? Ты можешь назвать их? Ну, какие-нибудь там, не знаю. Вот сейчас начали все-таки работу правоохранителей с Виссарионом, который где-то в Красноярском крае на горе основал город Солнца свой. Ну, эту общину. Вот. Значит, люди продают квартиры, дома в Москве, в Питере. Кстати говоря, интеллигенция. Приезжают туда спасаться. Виссарион – это воплощение Христа. Христос пришел. Ну и вот. И он имеет над ними полную власть неограниченную. Вот что такое секта. Отличается она от церкви? Ну, наверное, отличается, конечно. Церковь? Церковь на другое похожа. На что я потом скажу. На секту точно. А старцы тоже имеют власть над людьми. Смотри, ну, это внутри уже РПЦМП, внутри церкви. Так и Виссарион внутри тоже. Он же не имеет правильного церкви. Нет, нет, нет. Он к РПЦМП никакого отношения не имеет. И не имел никогда. Я сейчас не про РПЦ. Я сейчас говорю про то, что и Виссарион имеет влияние на тех, кто внутри секты находится. Правильно? Но это не церк, это не внутри РПЦМП. Не внутри, да. Не внутри. Но я говорю, что внутри РПЦМП есть отдельные монастыри. И были, и есть. И отдельные приходы, где какой-нибудь батюшка, понимаешь, у него там моча в голову ударит, он почувствует, что он властитель судеб. И все. Он идет вопреки епископу. Он идет против священноначалия. У него там люди, которые готовы за него жизнь отдать. Вот внутри организуется вот такая вот деструктивная организация. Внутри организации большой. Внутри церкви вот такая вот секта. Понимаешь? Да. Но это Сергия. Мракобесная. Выписываешь на Сергии сейчас. Их полно. В частности он. В частности он. И там начинается. Ты шестерки, отказываетесь от подспортов. Сколько этого всего было. Значит, вас чипируют. Ни за что не вакцинируйтесь. Значит, если примите чипы, эти самые штрих-коды, то примите печать антихриста. Сейчас про вакцину говорят. Там с вакциной Билл Гейтс вам вживляет специальные чипы. Потом будут устанавливать вышки 5G, которые будут влиять на ваше сознание. И вы будете подчиняться сатане. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, и книжки выпускают эти люди. Книжки эти распространяются. У нас на приходе была целая библиотека такой литературы, где там старцы всякие писали там такие откровения. Мне понравилось, помню до сих пор, что компьютер он от дьявола, а ксерокс… Это как называется, когда надо отпечатать листочек, переворачиваешь его… Сканер. Да, сканер. А сканер, говорит, от Бога. А почему от Бога? Потому что, говорит, от него свет исходит. А компьютер одеял. А может, у ксерокс там тоже есть такое, да. Но свет исходит. Да. Ксерокс, да, да, да. Ну, расскажи, как ты там, в общем, что ты там делал, и что тебе там не понравилось там в этой… Нет, ну, я делал… Я делал… Я занимался просветительской миссией, что называется. То есть это, собственно говоря, тоже, чем занимается, например, тот же отец Андрей Кураев. Занимался. Все. Его тоже выгнали. Нет, его не тоже выгнали. Я сам ушел, допустим. Но меня-то и пододвинули тоже, и тут совпало всеобщее желание. Он-то, я так понимаю, уходить не хотел. Вот. Но его просто потихонечку выдвинул… Система его исторгла из себя. Вот. Извергла из сана, но, правда, в подвешенном состоянии он находится. Указ есть. Указ не под… Решение есть судебное, но оно еще в действии почему-то не введено. То есть нет подписи Кирилла. Но мне все равно. Нет, но мне все равно. Он там с Богом, так что Бог его спасет. Нет, но он стал… А вот что с тобой случилось-то? Расскажи мне о своем опыте. Смотри, я занимался миссионерской деятельностью. Позитивные миссии, так называемые. Второе направление у нас была борьба, собственно говоря, с сектами и культами. То есть той же распространения информации. Вот там, где это переходило в обращение к властям, которые поначалу вообще никак не реагировали, а потом уже обращение в спецслужбы и так далее, вот это мне всегда не нравилось. С определенного времени это не нравится категорически. Я понимаю, что в любом случае я все равно бы ушел. Но если не в 2013 году, я бы ушел, наверное, в 2014, наверное, когда война началась с Украины и России. Наверное, точно, да? Ну, вот так совпало, что я ушел, я в 2013. 1 апреля, если быть точным, 2013 года. Вот. Значит, смотри, я занимался позитивной миссией. То есть объяснение каких-то основ православия в основном старшеклассникам. Старшеклассникам, ну, не только. Это были взрослые люди и пенсионеры. Собственно, то, куда мы просто ездили по епархии, вот так, знаешь, как путешествовали, нас приглашали то в один район, то в другой, то в третий, то в четвертый. И я придумал такие несколько программ, чтобы не скучно было все это слушать, например, детям, старшеклассникам, вот, в виде интерактивных игр. То есть мы, например, о вреде алкоголизма, пивного алкоголизма среди подростков. Вместо того, чтобы читать нудную лекцию, мы просто с ними играли. Ну, это долго рассказывать, как это мы делали. В общем, это вопросы, ответы постоянные. Доставал там какие-то предметы. Я думал, мы просто бухали. Нет, 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 нет. Я доставал какие-то предметы из сумки такой своей волшебной. Вот, дети включались в игру, в смысле старшеклассники. Вот, и было достаточно интересно. В конце мы показывали фильм, который был снят центральным телевидением о пивном алкоголизме детском. Там, допустим, еще, как не попасть в секту, еще одна у нас была такая тоже интерактивная программа. Там тоже мы, так сказать, вовлекали ребят в общение, вводили их на общение. То есть им было интересно все это воспринимать, смотреть, слушать. Тут я, конечно, вспомнил свою первую профессию театральную, актерскую, режиссерскую. И это мне очень здорово помогло. И, наверное, была какая-то в этом компенсация, компенсация того, что я не имею этой возможности играть на сцене в реальной жизни. Зато у меня есть вот такие театрализованные. У тебя есть реальная жизнь. Весь мир пьянтер. Да, интерактивные, иммерсионные, как сейчас говорят, театрализованные просветительские программы. Вот две штуки я сделал, третью сделал уже без меня Алексей про Туринскую плащаницу. Это мой коллега по борьбе с сектрими культами. А что меня подвигло уйти из церкви? Значит, тут, скажем так, несколько причин. Сейчас попробую всех перечислить и назвать. И, естественно, это копилось не сразу. То есть вот друг мой, он специально, когда заходил вопрос о деньгах, например, о какой-то внутренней кухне, о том, что говорят в коридорах епархиального управления и так далее, он старался либо меня туда не водить, на эти собрания епархиальные, либо о каких-то денежных вопросах при мне не разговаривать, чтобы не разочаровывать. Чтобы меня не разочаровывать, так сказать, сразу. Потому что он понимал, что моя психика устроена так, что я очень быстро очаровываю. Я идеалист, в общем-то, по жизни вот такой вот идеалист, вот, бессеребренник, идеалист. В общем, я как могу увлечься, так могу и очень здорово разочароваться в чем-либо. Вот. И поэтому он меня держал подальше от денег, от кассы, от лавки, от бабла, от сплетен церковных, интриг, скандалов и прочего. Но, к сожалению, этого не избежать, потому что это перед тобой происходит. И с течением времени я понял, смотря как у нас идет жизнь, на нашем приходе, на других приходах, слушая рассказы и сам видя это, что я пришел к выводу, что церковь сегодня, русско-православная церковь, московского патриархата, за другие не скажу, не работал там, не знаю их изнутри, она представляет собой вот такую вот франшизу по образу и подобию, например, каких-нибудь магазинов «Пятерочка» или «Магнит». Есть некий центр, например, какой-нибудь олигархат, олигарх большой, хозяин управления какое-нибудь в Москве. И вот, или там те же самые, это неважно даже. Есть вот KFC, вспоминали перед эфиром, там какие-нибудь Макдональдсы. У них же есть какие-то компании, есть бизнес-центры где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке, я не знаю, в Америке где-то. А по всему миру они распространяют свою франшизу, либо лицензию продают, либо уж не знаю, как. Вот, телевизионный формат можно продать. Да сейчас можно продать любую франшизу, организовать. И, в общем, это будет такое предприятие по производству товаров и услуг. Вот церковь – это франшиза, такое предприятие, сетевое предприятие по производству товаров и услуг. То есть отсутствует то, что было в первых общинах, и то, что присутствует до сих пор еще в общинах русской эмиграции, бывшей русской эмиграции, то есть членство. И, кстати, членство есть и в так называемых организациях, которые церковь называет сектами. То есть членство – я думаю, это нормально, потому что даже если ты хочешь стать членом какой-то организации, например, организации любителей бабочек, ты должен не просто любить бабочек, иногда заходить в помещение, где собираются любители бабочек, ты должен, во-первых, прийти и написать хотя бы заявление, что ты… или устно сказать, или написать заявление, что ты хочешь заниматься в секции, я не знаю, в футбольной, в хоккейной, в баскетбольной, в бадминтонной. Или там в обществе любителей словесности ты хочешь состоять, быть членом этого общества или какого-то еще общества. Значит, чтобы состоять в этом обществе, ты должен познакомиться с целями и задачами этого общества, с уставом его и быть с ним согласным, с этим уставом, что ты подчиняешься, согласен с этим уставом, с целями, задачами, с правами, и ознакомлен с правами и обязанностями твоими. Вот. Далее. Ты должен, ну, десятину и недесятину, ты должен как-то участвовать в материальной поддержке этого предприятия, скажем так. Ты должен платить членские взносы, что совершенно понятно. За это, за членские взносы, ты должен получать то, что тебе необходимо получать. Например, я не знаю, набор литературы необходимый, да, возможность участвовать в собраниях, в общих собраниях, голосовать за принятие решений, особенно, например, за принятие бюджета организации. Вот все же скинулись, все заплатили членские взносы, и вот мы теперь голосуем за проект, как эти взносы потратить в течение года. А в конце года избранная нами ревизионная комиссия перед нами отчитывается, говорит, дорогие друзья, вот, если бы это была община, значит, дорогие братья и сестры, значит, было бы обращение. Вот смотрите, за прошедший год мы собрали членские взносы, столько-то, столько-то. На эти взносы мы, значит, помогли 30 нашим старым прихожанам. На это потрачено столько-то рублей, столько-то копеек. Мы, батюшки, вот мы же в прошлый раз, помните, сказали, что ему нужна машина, потому что пешком ходить тяжело. Уже ножки больные у батюшки. Вот мы решили ему купить, и кто-то предложил купить ему, значит, Land Cruiser, но мы как-то тут подумали, что все-таки на Land Cruiser мы не тянем. Наверное, давайте скинемся мы на Таврию. Вот, да, она будет ломаться, но ничего, мы будем ремонтировать. У нас вот Иван Иванович есть, он старенький, но он бывший, значит, авторемонтник, он поможет. Вот мы скинулись, купили батюшке нашему Таврию. Вот, что еще мы купили? Мы купили, значит, мебель для воскресной школы, то-то и сё-то. Вот мы перед вами отчитались. Вот расходы, вот доходы. Вот, если вы согласны, значит, мы перезбираем совет, совет нашего, нашей организации на следующий год. Если нет, то можем перезбрать его. Если есть какие-то замечания, пожелания или возражения, высказывайте и так далее. Вот это, я считаю, нормальная жизнь любой организации, в том числе христианской общины, в том числе православной общины. Более того, в традициях ранней общины было предлагать епископу свою кандидатуру из своих рядов на местную должность, на место священника. То есть пришли к епископу и говорят, вот у нас есть человек, малый, у нас пока есть священник, но он уже старенький, а вот этот мальчик, юноша, он показал себя очень хорошо. Мы хотим, чтобы он поучился сейчас в семинарии, в академии, может, потом вернулся к нам, вот, и у нас был священником. Вот, просим, владыка, вас благословить и направить его на обучение. Так и делалось. Епископов выбирали, не назначали. Епископов региона целого, там целые области, целые епархии выбирали, люди местные. Валера, спасибо тебе, что ты так все разжевал для непонятливых. Я, давай дальше. Это, это первое, смотри. Франшиза есть франшиза, понятно, что чисто. Франшиза есть франшиза, а как это устроено, я объясню. Значит, человек заходит, все знают, человек заходит в церковь, платит за услугу, за услугу религиозную, и ему эту услугу оказывают. Дальше он, уходит, как из гума цума, из любого магазина, и он в этой церкви может вообще больше ни разу в жизни не появиться. Но это вообще ненормально. Это ненормально. Зайти, купить услугу или какой-то там товар в виде свечи, в виде там книжки, там иконки и так далее, уйти и больше сюда не зайти никогда. Да. Вот. То есть, это абсолютно дело, связанное с предоставлением за деньги товаров и услуг. Ларек. Ларек. Ну, где-то ларек, а где-то, извините меня, и большой магазин. Храм Христа Спасителя. Зайдите, посмотрите. Это же, извиняюсь, это гум, цум, я не знаю. Я был там, Целый, огромный. Вот. И доходит до того, что, вот, например, за записки о поминовении усопших из-за здравия, которые читаются во время богослужений и на литургии, и на перелитургии, и во время литургии, за них тоже мы платим. Люди платят. По-моему, 10 или 12 фамилий должны быть записаны на одной бумажке, потом это все бабушки-свящницы, ну, или там алтарники передают в алтарь, и перед началом богослужения, когда священник понимает частицы из столика, который называется жертвенник, стоит в углу алтаря, записочки прочитываются. Таким образом, значит, священник говорит, значит, а теперь мы молимся об покоении рабов, душа у рабов божьих благословляет, и там два-три помощника начинают. Евгений, Евгений, Евгений Рустика, Рустика, я вот удивился, что-то Рустиков много вообще. Я вот в жизни Рустиков, людей с именами Рустиков вообще мало встречаю, но там что-то постоянно у нас были Рустики-Рустики. Евгений, Евгений, Евгений Рустика, Рустика там, Метрофиметра, потом ты понимаешь, что не успеваешь читать, просто пробегаешь глазами, а когда уже не успеваешь глазами читать, просто священник вот благословляет, все, и всех упокой души, кто там вот указан в этих оплаченных уже в кассе записочках. Вот. Потом, если нужно, чтобы священник красиво прочитал эти записочки, ты платишь, ты покупаешь заказную записку, и там уже пишут заказная, или там даже на другом, бумаге другого цвета, или на такой, на красивой бумаге пишутся имена, и священник уже не перед началом службы за закрытыми вратами царскими, когда никто не видит, читает, вон, а точнее его помощники в алтаре, а уже в середине службы, когда все видят и смотрят на него, он стоит спиной лицом к престолу, спиной к пришедшим, он читает уже вслух эти записки, заказные записки, заказные, читает только он, за них заплачено дороже. То есть, получается так, у меня в голову никак не могло войти, что как это, вот ты сделал три шага в алтаре, а алтарей бывают и большие, и маленькие, условно говоря, три шага сделал, и вот здесь благодати меньше, она стоит столько-то рублей, столько-то копеек, и за это платишь такую денежку, и поэтому такие серенькие записочки, такие, прочитали, сделал три шага к алтарю, встал перед алтарем, а здесь благодать прям прет, прям прет такой напор благодати, огромный напор благодати, так что вот здесь вот записки даже дороже, понимаешь, за них платить надо больше, ну, это какой-то оккультизм какой-то, какое-то, ну, колдовство, ну, это к нормальной духовной жизни, мне кажется, никакого отношения не имеет, дальше больше, дальше больше, значит, вот те же записочки, которые мы читаем за закрытыми царскими дверями, человек заплатил, мы их прочитали, записочки, за упокой, за здравие, там, но люди-то не видят, как отрабатывают их, так сказать, труд, это их деньги, он же не видит, как мы стоим и читаем эти имена, и поэтому нужно сделать демонстрейшн такой, знаешь, то есть все выходят на солью в определенный момент, там, алтарники, декана и так далее, становятся лицом, вот так вот, фриты к иконам, спиной к пастве и громко, ну, относительно громко произносят, чтобы те видели, что, ребята, мы читаем, видите, вы заплатили, а мы читаем, мы там не смухлевали ничего, мы вот, мы вот, видите, вот мы читаем за здравие, за упокой, вот, и вашу прочитали, вашу, и вашу, вы слышите там, Иван, Иван, правда, там непонятно, где ваша, где не наша, вы никогда это не услышите, когда вашу записку именно читают, вот, но такая, идет такая демонстрация, такой demonstration, вот, и еще один момент, я же не знаю, за кого я молюсь, ну, кто для меня этот Иван, Семен, Рустик, блин, кто, кто эти люди, о чем я прошу Бога, кого я обманываю, я себя обманываю, этих людей обманываю, Бога, если он есть, значит, я обманываю, да, к чему этот вообще театр юного зрителя, театр миниатюр, 13 стульев, понимаешь, ну, зачем это, для чего это, если для Бога, так он и так видит, ну, человек молится там в храме, он слышит, значит, его молитву, а то, что я произнесу, произнесу Иван, Николай, Семен, я даже не могу себе представить, кто это Николай, Семен и Иван, в ранних общинах христианских, где было, может, 15-20 человек, конечно, все знали, и когда говорили, что сегодня, знаете, сегодня умер наш прихожанин, которого там звали, не знаю, асклепий там какой-нибудь, я не знаю, условно говоря, асклепий, то, когда ты читаешь, то вся община слышит, да, и община слышит, и этой перегородки нет, стены, да, иконостаса нет, и все слышат, и все молятся за этого, умершего асклепия, и священник молится, и помощники молятся, и все знают, о ком они молятся, конкретно, а здесь это абсолютная профанация, здесь это абсолютная профанация, ты обманывал себя и других просто, и все, вот скажи, нет, ну, ты всегда стараешься, как сказать, так прямо не говорить себе, что ты обманываешь, но это дискомфорт был, присутствовал, безусловно, вот, причем иногда, ну, слава Богу, в том храме, где я был, этого не было, но некоторые священники доходили до того, что еще пожертвования собирали, пожертвования, внутри службы, то есть перед причастием еще священник выходил, и такой, придуманный был такой ритуал, который вообще в чинопоследовании не прописан, такие подходили две бабушки с подносами, он так их благословлял, и они так красиво расходились, как будто наше чинопоследование такое, с подносиками, кладите, кладите денежки, кладите денежки, кладите, и все так денежки клали, клали, клали денежки, денежки, они так обходили красиво, храм обходили, опять носили, и уносили денежки, значит, все, и унесли, собрали и унесли. Но это вообще, то есть, конечно, это too much, что называется. Вот. Бессмысленные ритуалы, ничего, никакой пользы, но люди в это верили, и вот на этой вере паразитируют многие люди церковные, вот и все. То же самое, например, я не знаю, с отпеваниями, когда деньги, особенно, когда деньги кладут священнику в руку прямо раз за отпевание усопших. Я просто лично видел, как священник там что-то там быстро-быстро службу вел, ему там денежку положили, наверное, хорошую денежку, и я посмотрел, он прям стал актером малого театра, прям на глазах преобразился. Он начал медленно. Ну, покой, господи, душу сопшего. Я смотрю, как я отрабатываю, я деньги-то отрабую, что я живу, что классно. Орабатывай его и сотвори ему еще пять баксов вечно. Ужас просто смотреть на это за что-то. Или церковные лавки. Они же торгуют как бы предметами культа, и они освобождены от налогов, ты это знаешь, да? Там нет кассовых аппаратов. А торгуют они, помимо дорогущих книг, сейчас вообще все книги дорогие, я не буду сейчас гнать на церковь. Сейчас везде книжки дорогие, я уже их не покупаю. Не знаю, как в Европе там у вас, у нас тут от 600 рублей и тысячи, несколько тысяч может книжка стоить. Это уже предметы роскоши у нас в России, книжки. Да, они хорошие, отличные издания, но извини меня, тут у людей уже не хватает денег на еду и на лекарства, а уж книжку какую красивую купить, интересную. Ну, есть библиотека, можно пойти там взять, почитать. Ну, давай вернемся к церкви, давай к церкви вернемся. Ну, да, и я понимаю же, что вот здесь просто проходят деньги конкретные. То есть продаются не просто предметы культа, там какие-нибудь крестики, иконочки какие-нибудь, продаются изделия, скажем, русским языком, юридные юры, изделия из золота и серебра и драгоценных материалов и металлов. И продаются, ювелирка продается без акцизов, без пошлин, без налогов. И идет эта прокрутка совершенно без налоговая, большого объема бабла, большого объема денег. Почему церковь и крышуют спецслужбы, либо бандиты? Могут и те, и те, смотря у кого какая крыша. Потом я узнал уже, вот еще опять, еще один пункт. Значит, А, Б, да, Б. У каждого прихода есть крыша, как в лихие девяностые. Эта крыша может быть как спецслужбистская, как, не знаю, ментовская и так далее, если это ментам интересно или там спецслужбам. Раньше были бандитские. Вот я застал пору еще, когда определенные группировки крышевали, не скажу, что прям все храмы, но те храмы, где священник с бандитами был в хороших отношениях, они крышевали. И я знаю приходы у нас тут, в нашей епархии, настоятели которых не боялся тронуть пальцем епископ, снять с должности или провести проверку, просто потому, что ему просто голову оторвали бы мафиози. То есть он понимал, под какой крышей сидят. То есть когда там на один приход мы пытались там пронести литературу, предложить распространение бесплатно там наш самопальный журнальчик православный, и нас погнал оттуда настоятель. Я лично подошел к епископу, сейчас он, сейчас уже не помню, где он, он служил потом в Ярославле, потом в Екатеринбурге, когда вот было дело с покемонами Кирилл, Кирилл Наконечный. Я подошел к нему и говорю, Владыка, говорю, вот нас погнали пинками вот из этого храма. Он говорит, из-за вот этого, да. Ребята, не суйтесь туда. Там очень страшные люди стоят, крышуют его. С этим священником не связывайтесь, туда больше не ходите, наверное, в этот храм. Более того, когда этот же храм хотели отвоевать, то послали нас, бездомных, потому что наш миссионерский отдел, которым я работал, нас гоняли, знаешь, по разным этим самым, по разным приходам. И там давали нам комнатки, в которых мы там ютились, что называется. А тут был жирный приход. И нам говорят, вот хотите, целый приход будет миссионерский, центр, городской, епархиальный и так далее. Нужно убрать оттуда настоящее. Нет, назначить-то его можно. А вот как его убрать? Если над ним стоит братва, вокруг стоят бабушки, которые готовы под колеса танка лечь, чтобы только не дать, значит, отобрать, вывезти с территории отца родного, значит, настоятеля. Ну, не секта, не секта, но такой был укреп объект вот такого, класса А. Там только дотов и дзотов не было, единственное. Но дело в том, что когда мы туда заходили, мы заходили командой. И у, там, скажем, у человека, который, скажем, у нашего настоятеля, у него были знакомые тоже из тех же сфер, из сфер уголовных, скажем так. И этот священник, он думал, что его сковырнуть оттуда невозможно. И как только мы туда заехали, значит, он сразу побежал к Дону Корлеоне своему. Руку целовать и говорит, что Дон Корлеоному, ребята, наехали, надо, значит, подъехать там с чем-то, с битыми, с кастетами. В общем, поставить чуваков на место. А те у него спрашивают, а у них крыши есть? Он говорит, да там, какие-то там есть. А кто? Да вот этот, вот этот и вот этот. Они говорят, да мы вместе сидели. Вы что? Это братаны наши. Чувак в натуре. Ты что думаешь, выбираем между твоей церковью и нашими брателлами? Мы тебя, что ли, выберем? Да нет. Ты там, знаешь что? Ты там сам разбирайся. Мы в эти терки, мы не полезем в натуре. Бля буду. Понимаешь? О! То есть, ты понял? И пошел отсюда нахер. И все. И этот батюшка съехал сразу, моментально, со всем трудовым коллективом своим. То есть, понимаешь, что у тебя? Вот. А в последние годы, это тоже еще одно, почему я, почему со мной произошло, почему я ушел и так далее, стало происходить сближение, на моих глазах стало происходить сближение церкви с государством в целом. То есть, церковь на самом высоком уровне, на уровне там Кирилла, патриарха и так далее, избрание которого, кстати, очень ждали многие. Думали, что Алексей-то, он, конечно, хороший. Но вот если тот, кто ведет слово пастыря по субботам, замечательный такой, либеральный батюшка, который отдел внешних сношений возглавлял, который там вырос в Европе, просвещенный, любит молодежь. Сейчас он придет, миссионер номер один, сейчас революция миссионерская начнется и так далее. Он пришел и стал еще ужасным мракобесом, таким, каким Алексей Редигир не был. Алексей был таким старичок, боровичок, но при нем было либеральное крыло среди таких топовых священников, было консервативное крыло, а он был такой третейский судья. И вроде все у всех устраивало. Вот и пришел откровенный человек, который захотел заниматься политикой. И полез в политику, прям к Путину, к Медведеву туда. Стал благословлять все, что стало происходить в политической жизни. Вплоть до 11-го года, вплоть до того знаменитого, как все, наверное, помнят, этого самого Ченча. Ченча, Ченч, Ченч, Ченча. Вот, когда, значит, на съезде Единой России в октябре, по-моему, в каком-то октябре, я не помню, 11-го года, вышел товарищ Медведев на трибуну Единой России и сказал, вот я побыл пять лет президентом, теперь президентом я не буду. Теперь я буду премьер-министром, а на мое место опять вернется Владимир Владимирович. И все вдруг все поняли. И первая реакция была со стороны Русской Православной Церкви, со стороны как раз Кирилла, который сказал, вот западные демократии, учитесь подлинной демократии, преемственности власти, власть должна быть преемственна. Видите, один побыл премьер-министром, второй президентом, потом раз, поменялись, этот президент, этот премьер-министр, потом опять поменяются, потом опять поменяются. Видите, сменяемость власти не нарушается? А приемственность сохраняется. И есть пивной алкоголизм, условно говоря, и вот есть какие-то основы православия, о которых кто-то хочет задать вопросы, и ему просто надо дать информацию правильную, системную. Вот, собственно говоря, мы киноклуб, кстати, организовали, кино показывали людям, и в этом тоже просвещение было. То есть такую работу вели интересную. Вот, и произошло сближение не только на верхах в Москве, но и произошло сближение со спецслужбами. Я уже говорил тебе перед эфиром, что в кои-то веки, а это был как раз, по-моему, 11-й год, 12-й, да. Это год, когда вот было такое всеобщее, ты помнишь, такое гражданское движение, белоленточное, что называется. Я как раз туда попал, в это движение, в декабре, я помню, и еще работая в церкви. Нет, даже в декабре 11-го года я попал туда, да. Вот, значит, ездил на митинги в Москву, будучи еще внутри церкви. Олег, ну, Кирилл, он всегда, он же был агентом КГБ, и не он один. Я общался с митрополитом, помнится, с митрополитом карельским. Он мне рассказывал, что он тоже, значит, сотрудничал с КГБ. Его КГБ посылало в Швейцарию в эту там учиться, да. Вот, так что это ж известно. Смотри, смотри, когда я приходил в церковь, я вообще ничего о ней не знал, так глубоко, досконально. Вот, во-первых. Во-вторых, у меня действительно была проблема, и мне помогали ее решать. Это второй момент. Третий, я как-то просто гнал от себя мысли, знаешь, о том, что человек там… Ну, это же не было прямо вот в виде документа распечатки на компьютере, что агент Михайлов завербован, да, там, туда-сюда. Это были как бы некие рассказы на каких-то левых сайтах и так далее. Сейчас мы понимаем, что все это правда. Вот сейчас это вскрылось в последние годы со всей ясностью, со всей, так сказать, кровидностью. Ты просто протрезвел, протрезвел. Нет, ну, с каждым годом больше информации появляется. А когда я пришел, извини меня, по-моему, даже компьютеры еще не появились. Когда я, 96-й год, ну да, еще только компьютеры начали появляться. Только информация начала появляться. Да, я первые свои, значит, работы в институт я на машинке печатал. Я от руки писал, когда в больнице лежал. Я до сих пор помню, как я писал от руки и на машинке печатал. Но компьютеров не было персональных, ни домашних, ни на работе у нас не было компьютеров даже. Я в эти времена работал. 96-й год. Компьютеры были в областной газете, в областной администрации. Слушай, а вот ты про Центр Э рассказывал, да, вот как они боролись. К нам пришли, да, вот однажды, когда уже меня заподозрили в том, что я, значит, такой борец с режимом, в это время приблизительно приходят к нам эти самые ребята. И, ну, вообще, поскольку, значит, они, значит, интересовались сектами и культами, а ими занимался другой человек, они к нему и пошли. Вот, по-моему, перед этим или после этого, вот я не помню, ну, прямо параллельно, они же меня пытались выцепить из нашего, так называемого, церковного дома, вот, который был закрыт на ключ. Они позвонили, сказали, что они организация, значит, какие-то демократы за мир, что-то напридумывали, я что-то лопоухий был такой, я открыл им, они, значит, вошли, такие, знаешь, конкретные, чисто конкретные. Вот, мы сели такие, что делать, адвоката нет, юристов нет и так далее. И начали меня, значит, во главе с руководителем этого Центра Э, как я понял, и начали меня, значит, там, чуть ли не, так сказать, допрашивать с пристрастием. То есть, почему, кто, явки, пароли и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, вам не стыдно, вот под иконами сидите, ребят, вы обманом сюда вошли, на рабочее место, в церковь пришли, и сейчас вы пытаетесь меня в чем-то обвинять и так далее. И тут они говорят, мы сейчас можем вообще руки заломать тебе и вывезти, и бросить в воронок, и отвезти, и допросить у себя, значит, там, в подвале, там, типа, с пристрастием. И после этого эти же персонажи, прямо эти же персонажи приходят к нам, ребята, помогите. А что такое? А у нас, вот, не с кем бороться, экстремистов не хватает, блин. До этого они считали, что экстремисты – это только националисты. Ну, как-то кто-то им подсказал, что вот, знаете, кто? Знаете, кто у нас экстремисты? Это националисты. Это вот русский марш, вот эти вот, эти все. Вот. А поскольку к тому времени уже перевелись у нас националисты, куда-то они рассосались, то у них объекта для работы не было, и оснований писать какие-то бумажки, чтобы отчитаться о проделанной работе, получить свою зарплату, у них не было. Они пришли к нам и говорят, скажите, какие у нас в Туле секты, какие деструктивные организации, с кем бороться можно и так далее. Ну, вот, Алексей, как помню, сейчас коллега мой, дал книжку Дворкина вот такую, там, секты культа. Вот, говорит, почитайте, просветитесь. Вот список сект и культов, которые есть в Тульской области. Вот, пожалуйста. А у него все было зафиксировано. Вот, говорит, адреса, пароль и явки и так далее. И они вот успокоились и довольны и ушли. А вообще интересная информация из внутренних источников, из источников, связанных с ФСБ, у меня есть, если интересно слушателям. Я могу сказать об истории Э чуть-чуть, фрагмент из истории этого ЦК, как его хотели закрыть. Его хотели закрыть в начале осени 11-го года. Все эти центры Э во всех ОМВД, по всей России хотели закрывать. И они уже, по информации, которую я получил в свое время из надежных очень источников, из источников ФСБшных, они уже начали сдавать АРУ, они уже начали сдавать вещи, они начали сдавать форму, сдавать это самое... Я не помню, личное оружие им было положено, носить или нет, сейчас не помню уже. В общем, они начали все отдавать, всю экипировку свою на склад. Все, потому что они были под закрытием. Но тут на их радость, так сказать, и на счастье началась вот эта вот «белая революция», что называется в кавычках. Вот эти два массовых митинга в Москве в начале и в конце декабря месяца 2011 года. И власть схватилась, процесс был остановлен, и 2012 год, и последующие годы, это расцвет, собственно, деятельности этого подразделения. Такого не пойми какого. Вроде не ФСБ, но уже не полиция. Уже не милиция, не полиция. Они боролись со скинхедами и с преступлениями на почве ненависти. Как раз вот это. Ну, и в том числе, да. У нас скинхедов, по-моему, ну, это в Москве, может быть, в крупных мегаполисах. У нас скинхедов даже не было. У нас город небольшой. Но националисты какие-то были, конечно, отдельные. Но тоже все это экзотически. Я помню эти замечательные такие картинки, например. То есть у них был список, я думаю, до сих пор где-то лежит у них списки неблагонадежных по Тульской области. То есть там в моем присутствии там человека отзывали. У нас был комитет за честные выборы. В 2012 году существовал. До марта месяца. С декабря. 11-го, где-то март, апрель. А март, 12-го, когда выборы прошли, все. До 4-го, кажется, числа. И на моих глазах, значит, отзывали там кого-то за угол. Проводили с ним беседы. Могли домой приехать. То есть эти беседы нужны были. А беседа так ни о чем. Ну, Иван Иванович, здравствуйте. Центр Э, майор такой-то. Как живете? Как вообще настроение? Ничего не замышляете? Никаких антигосударственных действий? Да вы что? Да нет. Да что вы, Иван Иванович? Ну, хорошо. Ну, в общем, я с вами беседу провел. Да, да, хорошо. Случайно подтвердите, да, что я с вами беседу. Парфилактическую беседу провел. Хорошо. И вот они писали отчет. С Иваном Ивановичем проведено столько-то парфилактических бесед. Вот такая была работа. Очень любят. Валера, ну, давай вот про церковь уже подведем итог. Да, ты оттуда ушел так спокойно, да, или что? Как ты уходил? Заявление написал, что тебя анафеме не предали, что тебя там не уговаривали, ничего? Тут надо вот что сказать. За время, пока я занимался общественной деятельностью, такой гражданской, как сказали, активностью, весь 12-й год, на имя нашего епископа поступило аж три письма обо мне. На имя нашего тульского митрополита, тогда архиепископа Алексея. От начальника, за подписью, аж начальника главного милиционера, главного полицейского области, начальника ОМВД. Три письма. И меня приглашали на коллегию, на совет епархиальный, где сидели такие самые главные наши священники, во главе с епископом. И вот отдельный вопрос был о письме относительно нашего сотрудника отставных Валерия Владимировича, который пришел за подписью начальника областного управления Министерства внутренних дел по Тульской области. К чести, к чести нашего епископа, надо сказать, что он поступал очень мудро. Хотя он постоянно мне намекал, очень смешно так намекал, что, может быть, все-таки я уйду сам, по-хорошему. Он говорил, Валерий, ну вы же творческий человек, а у нас тут все очень скучно, вы же видите, может, вам скучно, может быть, вам чем-нибудь заняться, театром, кино, что вы любите, к чему у вас душа лежит. У нас, видите, у нас попы, попы, скучно у нас, понимаете. Давал намеки мне очень правильные, месседжи, но я дурак не послушал. Вот. И как это происходило, разбирательство? Значит, он читал письмо это, вот, а там содержание всегда было одно и то же примерно. А ваш сотрудник, остальных, Валерий Владимирович, значит, это самое, принимал участие в мероприятиях, которые проводили, были проведены несистемные оппозиции. А этот термин вообще искусственный придуман. Такого нет термина. Оппозиция, она системная, несистемная. Такое, вот, просто страшно звучит, такая несистемная оппозиция. Тогда-туда, прошу обратить внимание. Ярлык, ярлык просто. Ярлык. И тут классно, значит, реагировал на этот епископ. Он говорил, так, а участие, вот эти мероприятия были разрешены государством, администрацией области, района. Все говорили, так, да, конечно, мы знаем. Да, это все согласовано было. Так, хорошо. А Валерий Владимирович Астаных это делал в рабочее время или в нерабочее? Нет, в нерабочее время. В это время не работало. Это его было личное время. Вот. Очень хорошо. Ну что, братья дорогие, я думаю, мы такую резолюцию вынесем. Принять к сведению. Все так, да, 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 кто? Да, примем к сведению, да. И вот три раза принимали к сведению, потому что письма были вообще ни о чем. То есть вообще ни о чем. И все все прекрасно понимали, какая игра идет, и зачем это нужно, и для чего это нужно. Вот. А, конечно, я тут еще на «Эхо Москвы» писал тогда блоги. И «Эхо Москвы» блоги еще ставило мои, в отличие от нынешних времен, более такое оно было еще, либеральным таким еще, относительно. Сейчас понятно все про «Эхо Москвы», да и даже про «Ногу» газет очень многое понятно. После речи глав Нобелевского вреда, так сказать. Ну ладно, это у всех разное мнение относительно главреда. Мы сейчас не об этом, не о журналистике, мы сейчас и тебе, Володь. А последней каплей-то стало, последней каплей стало именно, ну, последней каплей стало именно вот журналистично, как ни странно. Я написал пост для «Эхо Москвы», для «Эхо Москвы». Причем пост вообще о ситуации в церкви, а не в Непроту, вообще. То есть соблюдая договоренность с епископом. А епископ, ну, тоже, я считаю, мудрое такое решение было. Он говорит, Валерий, вот очень много ваших личных критических таких замечаний о деятельности государства, церкви появляется. И все думают, что это позиция епархии. Понимаете, давайте договоримся так. Вот, когда вы пишете от имени миссионерского отдела своего, вы все тексты согласовываете с нами, и тогда можете ставить подпись, что вы сотрудник епархии, там, замруководителя миссионерского отдела и так далее. И вы можете писать то, что вы считаете нужным, но тогда не упоминайте ни нас, ни епархию, ни занимаемую вами должность. Я сказал, окей, будет. И так и было. Причем я был, по-моему, единственный представитель церкви, кстати говоря, который был заявлен в суде, в Хамомическом суде в августе 2012 года, как специалист со стороны защиты по делу Пуссерайт. Единственный, единственный. Я помню, сидели, мы ждали, когда нас вызовут, нас так и не вызвали, в зал заседаний на порожках Хамомического суда. Во дворе там куча толпа такая стояла. Журналисты в основном со всего мира, плюс москвичи пришли. И тут сидели. А стульев не было. На стульях сидел Гейдар Джемаль, покойный. Рядом сидела женщина. Ну, женщину мы посадили. Улицкую. Улицкая сидела. Я не помню, стоял или сидел. А Навальному Лешу, значит, места не досталось. Он сидел на порожках лестницы, которая там была на второй этаж. А это, по-моему, на третьем этаже было. Или на четвертом, сейчас не помню. Вот такой вот набор был заявлен на этих самых свидетелей. Навальный, отстранных Джемаль, Улицкая. По делу Пуссерай. Еще куча известных людей. Никого не допустили. Там пустили только, по-моему, двух-трех педагогов, которые у этих девушек преподавали что-то там в институте, в университете, в МГУ, кажется, они учились там где-то. Вот. И я опубликовал, ну, понимаешь, как сказать, напряжение между мною и аппаратом, я бы сказал, я бы назвал так это, аппарат епархии, он был уже такой, отношения такие были, напряженные. Вот. Постоянно искали повода каким-то образом меня подставить, подножку мне, чтобы епископ меня-то сказал, да, все, выгоняем и так далее. И даже один раз перед этим вроде как удалось. То есть что-то, чего-то, как-то, что-то, и я смотрю, со мной не продляют контракт. И тогда я что, у меня был прямой телефон епископа, я позвонил ему и говорю, Владыка, вот, не знаю, со мной не продляют контракт и так далее и тому подобное. Он говорит, да, хорошо, я сейчас разберусь. Видимо, он узнал, перезвонил настоятелю, настоятель точно сразу прибежал ко мне, Валерий Владимирович, подпишите продление договора о сотрудничестве. Вот. Понимаешь, да? Но ситуация была такая. Даже специальные советы собирались уже, именно на совете рассматривали, продлять со мной контракт или не продлять, представляешь, какой уровень решения вопроса. И продляли не на год, мало ли я за год что могу наделать, а на полгода, на шесть месяцев, например, в последний раз продлили. Вот. И тут, собственно, триггер в чем? Выходит публикация, мой пост на Эхе Москвы, который посвящен решению, который был принят Архиерейским собором, по-моему, каким-то таким органом или синодом, утвержден Архиерейским собором. О, грубо говоря, о пенсии епископам. Епископам ведь почему брали белые конвертики и прочее. Кстати, тоже один из моментов. Многие епископы, наши в том числе, как мне говорили, я абсолютно с этим, собственно, сомнений у меня нет. Они брали денежку от настоятелей, я не спрашивал, сколько, но я думаю, нормально, на накопительную пенсию хватит. Каждый месяц за настоятельство брали денежку. Я еще удивлялся, почему один, когда стоишь в коридоре, туда заходят священники, а ты там, так, а тут стоит секретарь и говорит, так, заходи ты, отец, ты, отец, следующее вам приготовится. Вы вопросы решаете, заходили к епископу, в кабинет, небольшой кабинет такой был. Вот, и я смотрю, там заходит один настоятель, заходит раз, и вышел, господи, радостный ушел, выдохнул. Второй заходит настоятель, вышел такой. Третий заходит, я думаю, ну они не могут, ну не может человек за такое короткое время решить ни один вопрос, серьезный. Там же как надо поклониться, там, да, владыка, благословите, дойти, сесть на стул, да. Как-то что-то сказать, владыка что-то должен ответить. Это же вопросы решаются не так быстро. А тут что-то люди заскакивают и выскакивают, заскакивают. Только тогда я понял, что они просто заходили, тупо клали конверс деньгами, понимаешь, владыка благословит, отчаливай. И выходили. А тут архиереи приняли, значит, решение о своей старости хорошей. И там старость была, знаешь, какая, ну очень классная. Там сохранялась пенсия в объеме заработной платы епископа, если бы он работал. Представляешь, вот какие пенсии. По сравнению с нашими. 15 тысячами рублей, 12, 11 тысячами рублей в месяц. У трудяк, у работяг. Вот, у обычных. А у них какая? А у них какая? Ну, я боюсь даже представить, но я думаю, там подстольник, наверное, как минимум, я думаю, если бы не больше. Ну, зарплата. А она же становилась пенсией. Причем священник, епископ на покое мог выбрать место, где бы он хотел провести остаток дней. То есть это мог быть приход какой-то, где он был бы настоятелем. У него был бы свой дом хороший такой, знаешь, и куча обслуги. Либо это мог быть монастырь. Но, естественно, это не просто какая-то келья, хлеб, вода и так далее. Это были бы тоже покои современные, средства связи, автомобиль, то-сё, пятое-десятое, штат помощников и так далее. Вот. И куча еще всяких вкусняшек. Вот. То есть они обеспечены себе старость, в общем, да. Причем относиться священников это не распространяется. И одновременно покойный Всеволод Чаплин был такой священник, как раз из правого такого мракобесного лагеря. Он сказал, что священник, который думает о своей старости, на что он будет жить и как он будет умирать, и о материальном, который думает, тот священник профнепригоден. И вот это меня прям, знаешь, как-то что-то опять взбесило меня, чувство справедливости какое-то мое такое внутреннее, из-за которого я всю жизнь вот по башке получаю. Это от отца, видимо. Он такой тоже был правдоискатель всю жизнь. Его отовсюду выгоняли в результате со всех работ. А был мастер-жестянщик, золотые руки вообще. Какие-то детские психотравмы, да, у Леона. Вот. И, ну, может быть, и отца тоже, наверное, не знаю. Тоже детские психотравмы. Вот. У Навального, наверное, тоже психотравмы детские у других людей. Вот. И, значит, что еще? А, и я возмутился и написал, что, извините, товарищ Чаплин и так далее, вот вы возмущаетесь, что это самое, что священник профнепригоден, если он думает о старости. А как же быть вот с прошедшим собором, который озаботился старостью епископов? Что епископы тоже профнепригодны, если думают о старости, и более того, не просто думают, а аж целый пакет документов приняли относительно того, как они будут на старости комфортно себя чувствовать. Они тоже профнепригодны? Ну, вроде ни о чем. Но его этот пост перепечатал местный сайт наш, такой желтый. И дал в виде иллюстрации большую красивую фотографию нашего епископа, который освящает местный храм. Понимаешь, да? И, видимо, ему тут же побежали с радостью те же люди, которые я знаю поименно, тут же показали, открыли, показали, настучали, сказали, вот, Владыка, это вот про вас. Вы профнепригодны, типа. Вот что от страны делает вообще. Вот до чего он дошел. Вот это он поместил фотографию или настоял, что эта фотография появилась там. Это был конец марта, это был конец марта, это был конец марта, тринадцатого года. У меня очень тяжело болела мама. И она умерла как раз 27 апреля того же 2013 года. То есть мне было вообще не до чего тогда. Вот она очень плохо чувствовала. Я думал, как ее перевезти из районной больницы в нормальные условия, в инфекционное отделение Тульской областной больницы. Что мне удалось, но поздновато уже. Там поздно было уже. Она там несколько дней прожила и умерла. Вот, там четыре дня пролежала. Эндокардин был у нее. Сердце, интоксикация, отказывали органы уже. А Тромб зашел, в Бронхи зашел Тромб, умерла, вздохнулся. Вот, и когда мне принесли в конце марта уже, я на работу продолжал еще ездить, да, принесли вот это опять-таки уведомление о том, что с первого апреля со мной не будут продолжать. Они должны за сколько-то, не за две недели по ГЗОТу принести уведомление. То есть, если я его не получил, автоматически срок продляется дальше. И они так боялись, что я не приду на работу или что они меня не... Что, понимаете, бегали за мной, лишь бы только я подписался под документом, что я, значит, уведомлен в том, что с первого апреля со мной больше не подписывает контракт. И тут, смотри, тут были два варианта. Либо сказать, а шли бы вы все нахуй, да, собственно, потому что к тому все как бы уже и шло. Хотя я понимаю, что где-то 17 лет жизни ушло на РПЦМП. Это лучшие годы жизни с 33 лет до 50. Вот я сейчас думаю, дурак. Вот занимался бы лучше искусством, театром, кино и так далее. А вот потратил на церковь это все время. Ничего не заработал, стажа никакого у тебя нет. Да-да-да. Нет, ну, стаж, а какой стаж? Сейчас стаж, ни о чем это вообще. Карьеру не сделал себе. Сейчас карьера важна, к 60-ти годам, конечно, важна карьера. Упустил время. Связи, наработки, карьера. Имя, карьера, да. Список. Да-да-да. Или можно было позвонить, второй вариант можно было опять, как в прошлый раз. То есть позвонить опять епископу, сказать, извините, вот вы неправильно поняли, вот у меня, например, мама в такой ситуации, туда-сюда, владыка, да я не хотел, да я туда-сюда. В крайнем случае можно было бы, ну, я так думаю, вряд ли бы я это сделал, поехать в какую-то другую епархию, где-нибудь попытаться устроиться у знакомых и так далее. Причем мне предлагали, говорит, давай, ты пиши для нас, ты журналист хороший, ты пиши для нашего сайта статьи. Только подписывайся псевдонимом, мы будем ставить тебе копеечку, платить, чтобы ты епископ не знал. И я отказался. То есть где-то в 1 апреля или 2, не помню, я написал такой, хлопнул дверью, честно говоря, я написал такой пост на «Ехо Москвы», все, что я ухожу из организации РПЦМП, потому-то, 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 потому-то. Вот он до сих пор в сети интернет, его до сих пор можно найти и прочитать. И с 1 апреля 2013 года я практически ни разу не был на богослужениях и в храме. За исключением одного случая, который произошел в Киеве на кладбище, там была крошечная церковь, просто там был наш знакомый, мы туда приехали с другом, и он предложил встретиться у него в этом маленьком храмике на кладбище в рождественскую ночь. Интересное место встречи. Место встречи. Ну, мы там постояли на этом богослужении, потом посидели, отметили и так далее. Да, а там такой интересный храмик у него, такой неформальный. Мы сидели на могиле, да? А там открываешь дверь, а там уже закуска лежит, да? Нет, там, смотри, там открываешь дверь, сделаешь один шаг и упираешься ногой в могилу в темноте. То есть, прям посередине могил, там вокруг могилы вот так стоят, и внутри такой маленький-маленькой церкви, там буквально, не знаю, там, может, 40-50 квадратных метров всего. Ну, туда войти-то не все могут. Это зимой, кстати, было, не помню, 15-й, кажется, год. А так я ни разу в церкви с того времени не был. Малера, скажи мне, пожалуйста, да, скажи мне, вот ты богослов бывший уже, ты сам себя назвал бывший. Ну, это не богослов, это специалист в области восточного христианства. Ну, вот скажем так, богослов это слишком... Скажи, ты стал атеистом? Громко, нет. Я скорее, когда спрашивают, ты веришь во Христа, вот такие вопросы задают, знаешь, ты являешься ли ты частью какой-нибудь церкви вообще, там, вселенской, невидимой и так далее, прочее, прочее. В Бога веришь? Я всегда говорю, что... Я всегда говорю, вот сейчас я говорю, последние несколько лет, то есть 8 лет, получается, уже, что у меня сейчас ментальный кризис, ребята, я не знаю даже, что вам ответить. Но если хотите считать, что я ближе к агностицизму, то да, наверное, я ближе к агностицизму. Но я такой, наверное, христианский агностик, скорее. Все равно это никуда не уйдет, это часть культуры, наверное, и нашей, и моей личной, и моей психологии. Но я вот сейчас, я считаю, что все-таки понятие христианства для меня, оно все-таки сейчас шире, чем то, которое содержится в толкованиях на Священное Писание в Русско-Православной Церкви, в ее традициях, обрядах, в ее взглядах и даже в ее социальной концепции, скажу так. Очень хорошо. Ты очень хорошо ответил. Не знаю, что ответить, потому что, ну, не нуждаешься в гипотезе Бога, и все. Объясняется все в мире без этой гипотезы. Нет, тут не так. Не так? Я не занимаюсь сейчас, я не занимаюсь вопросами богоискательства. Если раньше я занимался вопросами поиска истины, какой-то вот такими, это для меня было важно. Сейчас, конечно, нет. Почему? Если ты думаешь, что мне все равно, что есть ли жизнь после смерти или нет, то нет, ты ошибаешься в этом смысле. Нет, конечно, естественно, я думаю об этом. Естественно, я думаю о старости, естественно, я думаю о вопросах морально, нравственности, этики. Естественно, я думаю о том, как создан мир. Естественно, я думаю о том, что будет после смерти. Чем старше становишься, тем больше об этом думаешь. Так что нет, я в этом смысле, я, так сказать, не скажу там, человек – это набор аминокислот, понимаешь, Человек – это кусок мяса, который разложится, от тебя ничего не осталось. Нет, я так не считаю. Другое дело, что я не могу сказать, что такое человек, что такое личность. Это уже хорошо, что ты не можешь сказать. Раньше ты мог сказать и вот столкнулся поэтому с религией, а теперь не можешь и живешь своей жизнью. Валера, спасибо тебе огромное за этот рассказ. Интересно. Я тебе желаю здоровья, крепкого, творческих успехов, побольше фильмов. Снимай, снимай фильмы. Тема есть у тебя сейчас для фильма? Представляешь, я вот сейчас я у меня в монтаже несколько лет, уже два года лежит, никак не дойдут мне руки. Да и денежки нужны небольшие. Ладно. У меня есть исходный материал, уже полностью исходный материал про инаковых людей. У меня, знаешь, какие раньше темы были? Смерть и темы важные, которые мне были близки. Старость и смерть меня интересовали. Кстати, про Валентина Павловна Абрамова. Это же вот из этой серии. Старость, смерть, одиночество. Про Кураева я фильм снял. Одним из первых, наверное. 48 часов и жизни диакон Андрея Кураева. Вот. А? Зачем? А мне интересовал этот человек. Еще в то время особенно. Особенно, когда он был странствующим проповедником. Это было уникальное явление, которого не было, наверное, и не будет. В 21 веке в России существовал странствующий проповедник, который, собственно, за деньги случайных каких-то спонсоров ездил по России и проповедовал Христа. Ему даже епархии не платили ни копейки за его приезды. То есть ездил за свой счет практически человек. Это уникальное явление. Это был феномен в истории Русской Православной Церкви, по крайней мере. Вот. Значит, один фильм это, он в исходниках есть, в исходных материалах, не смонтированный, об инаковости. Вот я сейчас, у меня сейчас такой бзик на теме инаковых людей, инаковости в человеке. А первое, значит, это про то, что про людей с задержками психического развития. Вот. Которые по инициативе местной администрации создали театр и поставили в нем спектакль «Волшебник Азумрудного города». И вот мы снимаем прям от репетиций и до премьеры. Как они репетируют? Вот. А второй мы снимаем очень странно на удаленке. Я говорю, что снимать, а мой коллега в Питере, собственно, производит сам съемки. Это про не таких, как все христиан, скажем так, мягко говоря. Должен заинтриговать нашего зрителя. Вот. Это будет фильм. Но это уже догадались, я думаю. Не такие, как все. Ты уже понял, да? Ну, 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 ну. Есть. Вот, понимаешь, никуда не уйти, а все равно тема христианства. Ты снял? Нет. Подожди, ты уже отснял все. Тебе осталось что, смонтировать и текст вот этот закадровать? Про театр, да. Про театр, да. А про вот не таких, как все христиан, у которых есть не такой, как все священник. Вот. Мы еще съемки проводим. Еще не закончили съемки. Но я постараюсь там связаться с какими-то платформами серьезными. Потому что это красивая картинка в 4К будет. Все красиво снято. Ну, типа «Карин тайм», типа «Свободы» или той же «Новой газеты». Зачем это тебе нужно? Скажи, зачем это тебе нужно? Чтобы посмотрело больше людей. Я согласен. Тем более, человек, который снимает, напрямую связан с этим платформой. Любой фильм хочется, чтобы посмотрело. Мне хочется. Как можно больше людей. И мне кажется, это нормально, когда режиссер хочет, чтобы его фильм посмотрело как можно больше людей. Ну, вот ты темы такие выбираешь. Это тоже не случайно, наверное. Что-то в тебе такое там отзывается, да? Ну, я сам не такой, как все. Инаковый. Во всех смыслах. Понимаешь? Так о себе-то сними фильм. О себе сними фильм. Ну, я считаю, знаешь что? Что вот фильм, о котором ты упомянул, который, кстати говоря, является лауреатом фестиваля «Арт-док-фест» 2019. Ну, это практически Нобильская премия в России. Это очень престижный фестиваль «Арт-док-фест». Вот. Этот фильм-то он про меня, получается. Когда мы с польскими коллегами общались на питчинге в 15-м году, они говорят, давайте определим, кто герой фильма. Вот эта женщина, которая 13 лет пролежала в виде мумии, она может быть героем фильма? Нет. Ну, какая она герой фильма? Значит, кто герой фильма? Вы – расследователь, журналист, режиссер, расследователь, который расследует эту историю, который участвует в этой истории, входит в ткань этой истории. Так что я себя уже зафиксировал для вечности, я считаю. Вот. Я же там, если ты вспомнишь, я же там главный герой этого фильма, по сути. Я же там везде. Я же там везде, всюду. Ты вывернулся. Ты вывернулся. Ну, я считаю, что, конечно, твоя роль огромна. Понятно, что ты режиссер, ты автор сценария. Я там и крест ставлю в конце, на могиле бабушки. И учеба, да, да. И актер, да. Понятно это. Но, ну да, это грань какая-то твоя, конечно, конечно. Так что ты молодец. Ну, и вот это интервью тоже вклад некий. Более того, я сейчас закончил школу короткого игрового метра в своем возрасте, уже преклонно, так сказать. Захотелось мне игровое кино снять. Онлайн-школа. Летом еще закончил. Вот до сих пор никак не сниму дипломную работу. И сценарий есть. И есть из двух героинь. Одна героиня, московская актриса, которая готова бесплатно сниматься. У нее 44, представь себе, работы в сериалах известных. И в большом кино. Настолько понравилось, что она готова приехать в Тулу, там, буквально на одну смену и сняться. В коротком метре 12 минут будет идти. Валера... Это будет комедия. Комедия. Вот, наконец-то. Наконец-то. Комедия положения. Сколько можно... Вот этого до хоррора. Пользуйся возможностью, может быть, обратишься к зрителям, актерам. Кто тебе нужен для сотрудничества и что нужно? Мне нужны те, кто поблизости, понимаешь? Я не смогу оплатить. А мне предлагают, вот, есть там хороший возрастной актер, мужчина, но он в Новосибирске, но у меня же нет средств оплачивать. В Голливуде. Перелет из Новосибирска и съемки. Есть малобюджетное кино, у меня вообще безбюджетное получается кино. То есть Тула и ее окрестности, да? Да, да, да. Возрастные мужчины, актеры лучше, профессионалы. Жанр актер простак, 60+. Это типаж, ну вот помните, типаж... Савелик Рауборов, да? Не-не-не. Служебный роман, помните? Служебный роман. Кто там? Фильм. А вот главный герой, растяпый такой, только постарше. Он там моложавый, Мягков в то время еще был. Просто усы приклеил, вроде как он такой, отечки надел. Но он интеллигент такой. Здесь должно быть попроще лицо. Вот. Сюжет не буду пересказывать, чтобы не... Конечно. Чтобы не... Не раскрывай карты все. Спасибо тебе, Валера. Кто хочет, участвуйте в проектах нашего Хичкока, Валерия. Кто хочет донатить, кто хочет донатить, связаться со мной, можно в ВКонтакте, я есть, и в Фейсбуке. Да. Где меня заблокировали сегодня на шесть дней. Ну ладно, Валера, ну ладно, бог с ним, это ерунда все. Значит, кто хочет поддержать российское авторское кино, Валерия, во-первых, посмотрите сначала его фильм. Вот этот, например, да. В поисках Валентины Абрамовой. В поисках Валентины Абрамовой. Есть на YouTube, на канале Валерия. Посмотрите сначала, выскажитесь там. Вот, и потом, если считаете, что Валерий делает... Нужное дело. Нужное дело, то свяжитесь с Валерием и поддержите. И всем миром, всем миром так интереснее всегда жить. Вот, спасибо огромное тебе, Валерий, и успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо за твою историю, за правдивый рассказ о церкви. Вот, творческих тебе успехов, Валера. Спасибо, и вам всего хорошего. Спасибо.